Приветствую, зритель! Сейчас я проеду по улице Сергея Радонежского. На той стороне вот мы видим дома середины 80-х годов прошлого века. В то время улица называлась Тулинская. Ну, а сейчас это улица Сергея Радонежского. И вот начинаем обзор улицы. С этого современного дома. Это четырехэтажное здание административное находится на Съезженском переулке. А вот и въезд на Съезженский переулок. Мы же едем дальше. И по правую руку видим дома 1988 года постройки. А мы сейчас повернем налево. На Хлебников переулок. Название произошло по фамилии домовладельца. Одного из домовладельцев 18-го века. Ну, и дома тут, соответственно, есть и конца 18-го века, 19-го. Какие-то, может быть, даже начало 20-го века. Комментировать здесь более нечего. Информации по домам абсолютно никакой. Ни годы постройки. Ничего. Ну, может быть, там по одному-двум домам есть что-то я где-то видел. Тем временем на Волочаевскую улицу выезжаю. Вот куда трамвай уходит, рельсы. Там Волочаевская улица. А мы уже заезжаем на Гжельский переулок. Ту его часть, где еще можно и пройти, и проехать. Далее он перекрыт предприятием Мосхимфармпрома. Вот этот красный дом, второй слева, 19-й век. Жилой дом. Тут в горку приходится заезжать. Поэтому камера качается. Ну, а далее видно, как Гжельский переулок перегорожен. И далее по нему проехать нельзя. И мы выезжаем на улицу Прямикова. С обеих сторон этой улицы находятся дома 19-го века. Ну, а далее дом уже по улице Сергия Радонежского, двухэтажечка. 1802 года, перестроенный в 1844 году. И вот мы на улице Сергия Радонежского. Это все слева, это все одно здание, которое было и на Гжельском переулке. И на улице Прямикова. Далее слева идут дома 19-го века. В основном первые половины. Далее слева уже видна часовня. Конца 19-го века. На месте старой обветшавшей была построена. Далее по-прежнему дома 19-го века. Можно сказать, вся левая сторона улицы Сергия Радонежского. Это 19-й век. Тем временем мы приближаемся к площади Радонежской заставы. Далее повернем налево. Где я заеду опять на Гжельский переулок. Проеду сколько это будет можно до ворот. Ну это чудо здание впереди. Административное, офисное, какое-то там деловое здание. 2014 года постройки. Слева торговый центр 2001 года постройки. А сразу за ним налево уходит Гжельский переулок. Сейчас я по нему прокачусь. Здесь также дома преимущественно 19-й век по правую руку. Ну так же уже за воротами предприятия. Вот там с колоннами. Это 18-й век. Усадьба 18-го века. Вот ее двор. Балашовых, если верить, Вики Маппии. Ну что ж, выезжаем отсюда. Вон гонщик помчался. Но ему надо быстро ездить. Его ноги кормят. Поездки точнее. Ну а я сейчас еще загляну к платформе Серп и Молот. А далее будем возвращаться по улице Сергея Радонежского. Назад. Покажу ее с дороги. Так как когда ехали сюда, то ехали переулками и улицами. А теперь уже настало время проехать по самой улице Сергея Радонежского. Вот там впереди платформа Серп и Молот. Ничего тут такого особого интересного нет. Грязь. Забор. И все. Торговый центр Рогожка. Слева площадь Рогожская застава. Станция метро Площадь Ильича. Направо Гжельский переулок уходит. Ну а мы направо уйдем по улице Сергея Радонежского. Слева площадь Ильича. Орл? А. Видео. Видео. Перейш. В即сте. Ильича. А, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее предлагаю посмотреть кадры 2016 года Вот это я снимал в 2016 году на улице Сергия Радонежского Приятного просмотра, спасибо за внимание, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok